уникальное явление если в российских городах появляются современные застройки которые идеально коррелируются с объектами исторического и культурного наследия но только не в чате очередная история за пашком разыгралась во дворе новенькой многоэтажки по улице шилова которая уже как три года соседствует со старым двухэтажным бараком дом по всем признакам аварийный некоторые семьи уже бросили свои квартиры но полностью этот сарай еще не расселён с новостройка у них на первый взгляд общий двор если придомовая территория многоэтажки имеет спортивную детскую площадки то вот двор барака это не что иное как место для отходов жизнедеятельности человека на протяжении нескольких лет мы уже наблюдаем данную картину с этой несанкционированной так сказать помойкой где жители жители дома по улице не чая во 100 выливают свои жидкие бытовые отходы когда наш выливается отсюда допустим зимой да все льется на нашу детскую площадку данный запах и данный запах и отходы которые здесь гниют привлекают очень большое количество собак и снова все по выверенному сценарию не застройщик не администрация города в свое время не озаботились проблемой складирования мусора жильцами барака выгребные ямы поджидки отходы уже давно закопаны а под бытовой мусор установлен всего один контейнер теперь двор новостройки это помойка оставшиеся жильцы старого жилища вынуждены прямо во дворе копать ямы чтобы сливать нечистоты в противном случае все отходы попадают на детскую площадку в течение трех лет сколько мы сдался этот дом они лили вот на этот участок то есть зимой налить то есть они же понимаете что они льют не чистую воду они льют фекалии все вот эти отходы до погребной ямы здесь нету давным давно то есть ее и никогда здесь не было но они решили этот вопрос что вырыть ямы здесь и вот это вот когда все начало таять маленькой струйкой потекло на детскую площадку в мэрии 4 про историю запашком хорошо знают но решать не торопятся за это время у собственников из новостройки накопилась внушительная кипа отписок все прекрасно понимают тут происходит грубое нарушение санитарных норм но продолжают марать бумагу чернилами отпинывая людей из одного кабинета к другому результаты только отписки отписки что значит все нормы нарушены санитарные не санитарные значит но нет нас и финансирование чтобы все это убрать и как-то ликвидировать или как-то этот вопрос по другому решить мы конечно понимаем что жители вот этого барака заложники вот этой всей ситуации но надо как-то этот вопрос решить потому что ну невозможно стало уже а сейчас они одну яму вырыли заполнили ее закопали вырыли следующую яму самая ответственная за жилищно коммунальное хозяйство четы госпожа попова тоже в курсе происходящих дел но решить проблему людей не может по одной простой причине которая как мантра защищает чиновничье бездействие нехватка денег в бюджете по результатам проведения осмотра придомовой территории жилого дома по адресу не чай восток комитетом составлена дефектная ведомость осуществлена разработка локально сметного расчета определена финансовая потребность на очистку придомовой территории и обустройство выгребной ямы работы будут проведены при условии достаточного финансирования неоднократно нами были поданы заявления комитет жкх но ответ один то что ребята извините денег нету по моим почетам наверно не более 100 тысяч это будет стоить садить цветы на клумбах устанавливать стелы непонятные архитектурные формы устраивать концерты дарить грамоты на это в казне города как мы все видим миллионы решить реальную социальную проблему потратив невеликие деньги и один рабочий день чиновники увы не могут виктор соловьев евгений погорелы павел шухляев завтыв